Добрый час, дорогие друзья! С вами я, Ведана Лада. Кто меня еще не знает, рунолог, таролог, целитель, маг нового времени и мастер трансформации жизни. И это очень короткий мастер-класс на тему расклада, многослойного расклада. Итак, я посмотрела общую тенденцию на ближайшее полнолуние. И у нас выпала очень-очень интересная комбинация. По колоде Таро Санкт-Петербурга, Старший Аркан из Санкт-Петербурга, выпала карта правосудия. Она означает, что справедливость или правосудие сейчас уходит, не оглядываясь. Потому как Фемида, она, в общем-то, устала уже судить или карать. Богине надоело, что люди веками перекладывают на нее ответственность за свои поступки и решения. И вот сейчас она решила отдохнуть. И мы с вами тоже отпускаем себя, отпускаем все наши, ну как бы, грехи, ошибки. Мы отпускаем других на это полнолуние. Мы освобождаемся от обвинений. Мы обретаем больше уравновешенности, ясности в суждении. Берем некоторую объективность, разумные решения и взвешенность. И осознаем, что нет судьи извне. Ведь мы сами должны взять весы или меч и отрезать все старые кармические узлы. Вот о чем нам поведала эта карта правосудия по авторской колоде «Старшие арканы Санкт-Петербурга». По моей авторской колоде «Рун» у нас выпала руна «Хагалас». А это говорит о том, что да, нам предстоят в этой полнолунии определенные трансформации и перемены. Потому как «Хагалас» – это как раз руна трансформации. Она разрушит все старое, лишнее и ненужное. А настоящее и необходимое нам для жизни и развития все это оставит. А также я посмотрела по лунной колоде. Итак, у нас 14-й лунный день. Это труба, день призыва. И вы видите, важно в этот день начать что-то новое или куда-то съездить. И ни в коем случае не нужно поддаваться тоске или печали. А мантра этого дня или веление – «Я слушаю Вселенную». «Я готова увидеть и услышать любой знак и принять свое призвание». «Я слушаю Вселенную». Вот такой символ труба. И также на 15-й лунный день у нас будет символ волчица 15-го лунного дня. Это день искушений и битв. И важно в этот день отдать все долги, подвести итоги, привлечь любовь. Не стоит, вы видите, да? Хотя, в общем-то, это можно, если вы знаете как. Так, и аффирмация у нас. «Я владею собой своими желаниями. Я управляю всем, чем я владею. И я, самое главное, владею собой». По колоде «Оракул фей» у нас выпала карта «Эмоциональное исцеление», которая говорит о том, что когда сердце исцелится от старой эмоциональной боли, вы получите новые благословления и любовь. И то же самое, по сути, нам говорит эмоциональная колода, колода стихии «Выполутройка земли». Это сотрудничество, семья и верность. Это традиции и обязательства. Они сохраняют то, что важно. Поэтому не разрушайте то, на чем строится ваше счастье и ваше дальнейшее будущее. Ну что ж, это краткий расклад на ближайшее полнолуние. А я напомню для тех, кто еще не знает, что в это полнолуние мы делаем… У нас будет еще одна практика. Это круг силы, который содержит внутри себя энергию легкости, отпускания старого, выхода на новый поток счастья, на новый поток творчества, созидания, которые исключают все старые зацепки. И если вы хотите принять участие в этом круге, то напишите мне в личные сообщения. Свяжитесь со мной, я дам вам инструкции. На этом пока все. С вами была Ведана Лада. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok